Всем привет! Сегодня мы будем делать браслет из шнурков и кожи. Вот такой интересный браслет получится в конце нашего видеоурока. Для того чтобы его сделать нам понадобятся некоторые инструменты. Линейка, ножницы, нож, пробойник или плоскогубцы с гвоздем, зажигалка и наждачная бумага. Если у вас нет пробойника, значит пользуемся раскаленным гвоздем и плоскогубцами, чтобы сделать отверстие в заготовке. Если у вас есть пробойник, пользоваться им гораздо удобнее. Из материалов нам понадобится кусочек кожи длиной примерно 17-18 сантиметров и цветные шнурки. Шнурки должны быть контрастные. У меня предложено два варианта, либо черно-оранжевый, либо фиолетово-зеленый. Я буду делать данный браслет из фиолетово-зеленого набора. Для начала мы отрезаем нашу заготовку. Ширина полоски примерно полтора сантиметра. Это вариативная ширина. Можете сделать побольше, можете сделать поменьше. Это дело вашего вкуса. Длина заготовки примерно 17 сантиметров. Край я лично специально для этого видео не пользовался никакими инструментами. Конечно, у меня есть полукруглые стамески, которые сделают сразу ровный край, но не у всех дома есть инструменты специальные. Поэтому я воспользовался обычными ножницами и, как вы видите, получилось довольно криво. Это нормально. Мы берем наждачную бумагу и делаем ровный край. Видите, да, никаких специальных инструментов не нужно. Все получается ровно и аккуратно. Затем перфорируем нашу заготовку либо пробойником, либо раскаленным гвоздем. Ключевой момент тут, во-первых, расстояние между отверстиями примерно 5-6 миллиметров и количество их должно быть четное. Постарайтесь сделать так, чтобы количество отверстий было четное. Это необходимо для плетения. Когда ваша заготовка готова, мы можем начать плетение. Плетение состоит из трех этапов. Начало, продолжение и завершение. Они все немножко разные. Я специально их разделил на три части. Сейчас мы говорим о начале нашего плетения. Продеваем наш шнурок. Третье отверстие нашей заготовки. Справа на экране вы видите цифру, обозначающей номер текущего отверстия. Продели шнурок. Корневой конец у нас остался на изнаночной стороне. Оставляем примерно, ну, сантиметра 3, примерно 4. И начинаем плести дальше. Продеваем ходовой конец с лицевой на изнаночную сторону в отверстие номер 2. Протаскиваем шнур. Сразу же хочу вам сказать, внимательно следите за тем, чтобы шнур не перекручивался, чтобы наш шнурок ложился ровно. Потому что потом исправить перекрут практически невозможно. Никуда не торопясь, продолжаем плести. Продеваем наш шнурок в отверстие номер 4. На этапе начала плетения, пока мы делаем первую часть, не затягивайте шнур туго. Нам нужно, чтобы он лежал свободно. Итак, следующее отверстие. Это отверстие номер 3. Там уже есть шнур. Нужно умудриться попасть в это же отверстие. Поэтому отверстия должны быть подходящего диаметра. Дальше идет отверстие номер 6. С изнаночной на лицевую сторону мы проводим шнур. С отверстия номер 3 в отверстие номер 6. И после шестого отверстия возвращаемся в отверстие номер 5. На этом этапе мы добавляем яркий шнур. Яркий шнурок. У меня это кислотно-зеленый цвет. Вы можете выбрать любой другой. Корневой конец продеваем в отверстие номер 2. С лицевой на изнаночную сторону. А ходовой конец пропускаем вдоль кожаной заготовки, кожаной основы, под перекрестиями нашего фиолетового шнура. Он проходит внутри. Сейчас мы поподробнее остановимся на схеме плетения. Вот я уже затянул фиолетовый шнур, ходовой конец фиолетового шнура. Я протянул, видите, он уже лег и показывает свой узор. Общая схема плетения, 1, 4, 3. Продели шнур сверху вниз, с лицевой стороны на изнаночную. И обводя с левой стороны, опять с лицевой проводите на изнаночную. С лицевой на изнаночную. Таким образом у нас получается такое плетение, которое оплетает кожаную заготовку и шнур. Следим за тем, чтобы шнур ложился ровно, не перекручивался. И при этом был довольно туго затянут, нигде не болтался. Итак, мы подошли к завершению плетения нашего браслета. Последний виток. Последний виток мы делаем следующим образом. Сначала нам нужно закончить с цветным шнуром. Продеваем его в предпоследнее отверстие и протаскиваем с изнаночной стороны под последним витком фиолетового шнура. Отрезаем лишнее и используя зажигалку прижигаем конец. Только после этого мы заканчиваем последний виток ходового конца фиолетового шнура. Как видите, они вдвоем проходят через предпоследнее отверстие на изнаночную сторону. И ходовой конец выводим на лицевую сторону. С корневыми концами мы поступаем просто. На изнаночной стороне завязываем один узел, отрезаем лишние концы и прижигаем. Получается довольно аккуратно. Наш браслет готов. Осталось продеть ходовой конец шнура в первое отверстие и завязать стопорный узел. Если вам понравилось данное видео, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Ставьте лайки. Также, если у вас возникло желание приобрести данный браслет, я могу сплести его для вас. Достаточно написать мне заявку на email. Спасибо большое за просмотр видео. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok